Автосервисы закрываются, причем массово. Только с марта по октябрь в Москве и Санкт-Петербурге прекратили работать 444 организации. В Томске 15, в Нижнем Новгороде 13. Неутешительную статистику озвучил Союз автосервисов России. В чем причина негативной тенденции? В не специфической для девушки теме разбиралась Ульяна Ездакова. Ульяна, неужели все так плохо? Ты знаешь, Лена, тенденция на массовое закрытие автосервисов действительно имеет место быть. И в чем причина? В Союзе автосервисов России называют две основные причины. Во-первых, это падение спроса на услуги в среднем на 20%, а во-вторых, это нехватка автозапчастей на иномарке. И, кстати, о проблемах в сфере автобизнеса заявили и в региональной ассоциации станций техобслуживания. Предпринимателям стало невыгодно содержать бизнес, объяснила Ольга Селезнева. Председатель организации. Раньше техцентр, в котором Ольга является руководителем, посещали в среднем 4200 автомобилей. Сейчас же около 2500. Спрос упал почти в два раза. Сотрудники техцентра обзванивали клиентов, чтобы понять, почему люди не приезжают в сервис. Выяснилось, что автолюбители попросту сокращают количество автомобилей в семье. Кто-то и вовсе продает машину и пересаживается на общественный транспорт. В общем, водители всеми возможными способами сокращают свои расходы. А те, кто все-таки приезжают на ремонт, заказывают минимум работ. Лишь бы машина ездила. Сегодня действительно затраты очень сильно выросли. И энергоресурсы, и стоимость запчастей, и налоги, и все. А действительно посещаемый сервис упал практически в два раза. И вытянут сегодня этот бизнес только те люди, кто обладает собственностью. Большинство – это бизнес арендованный. А в Кирове тоже автосервисы закрываются, как и в больших городах? За все, конечно, сказать не могу. Но вот конкретно автосервис на Спаске, в котором я сегодня была, работает как ни в чем не бывало. Его руководитель Сергей Гвоздев честно говорит, новых клиентов очень мало. Выживают они за счет старых проверенных клиентов клиентской базы. Конечно, активного роста спроса на услуги руководитель автосервиса не наблюдает. Сейчас скорее период стагнации. Работа есть, все стабильно. Закрываться никто не собирается. Ну, я думаю, все равно будет спрос, от этого никуда не уйти. Я не хочу сказать, что это вечный бизнес, но спрос всегда будет. Стоимость услуг три года не поднимали, потому что платежеспособность низкая у клиентов. А запчасти, да, выросли они в разы. Обратив внимание, Лена Сергеев в конце сказал, что запчасти выросли в цене. Я решила промониторить ситуацию и отправилась в магазин автозапчастей. Поговорила с продавцом-консультантом. Так вот, молодой человек сказал, что вопрос надо разбирать более детально и все не так однозначно. Еще весной среди автолюбителей царила паника. Цены на некоторые комплектующие резко взлетели вверх. Водители судорожно запасались деталями. Сейчас же ситуация относительно стабилизировалась. Да, моторные масла дешевле не стали. А вот, к примеру, корейские товары вернулись до кризисной цене. Что касается европейских производителей, то и они не ушли с рынка. Увеличилась их цена и срок доставки. Ну, в среднем раньше ждали 3-4 рабочих дня. То есть сейчас это увеличилось, ну, грубо говоря, там до 10. Но я думаю, что это все-таки бюрократические проволочки. То есть это больше идет оформление документов. То есть запчасти, в принципе, наверняка идут из одного и того же места. Просто оформление, доставка, все это утягивает. Ну, конечно, я не могла спросить, кого автолюбителей провела опрос. О дорогах. Да, почувствовали ли люди на себе увеличение стоимости запчастей или, может быть, работ. Давай послушаем, что сказали водители. Дороже примерно в два раза. Если раньше масло и фильтр я менял за 2 тысячи рублей, то сейчас одно только масло стоит 4 тысячи рублей. Да, намного. Ну, примерно. Примерно не могу сказать. Просто намного стали дороже. Ремонт? Нет. Запчасти, да. Стойки стабилизатора стоили 800 рублей, теперь ползары тысячи. Масло менял, стало дороже в последние три. Где-то на тысячу. Ну, процентов, наверное, на 30 подорожало. Ходовая часть. Все запчасти очень дорогие. И что же из этого следует, Ульяна? Что нам делать? Что делать? На цены мы повлиять, скорее всего, не сможем. А вот помочь автолюбителям, автосервисам вполне реально. Все та же. Ольга Селезнева, напомню, она является председателем региональной ассоциации технического обслуживания, предлагает, во-первых, освободить все автосервисы от налогов, ну, пока ситуация не стабилизируется, а во-вторых, разработать специальную программу господдержки автобизнеса. Спасибо, Ульяна. Мне вот масло менять, ты меня расстроила. А мы продолжаем.